На смену морозам пришли метели. Сегодня сначала снегопады у нас работают на дорогах, на подсыпке. 32 единицы комбинированных машин, 27 тракторов, расчищают установки, тротуары, пешеходные переходы. В Чувашии желтый уровень опасности. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Предупрежден, значит вооружен. В зимний период количество пожаров растет. В большинстве случаев это связано с нарушением эксплуатации электронабивательных приборов и халатным обращением с огнем. Сотрудники МЧС напоминают жителям частного сектора о правилах пожарной безопасности. Бензопилой по льду. В Чебоксарах приступили к обустройству крещенских купилей. Творческий путь в фотографиях, костюмах и декорациях. Руками умельцев, бутафоров, костюмеров. Ну это красиво. Он даже вот вблизи смотрится красиво. В интерьерах музея Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев вспоминает сыгранные за 60 лет роли и поставленные спектакли. Об этих и других событиях четверга в прямом эфире Вести Чебоксара в студии Анна Давыдова. Добрый вечер. Сегодня днем в Чебоксарах и в большинстве районов республики объявили желтый уровень опасности. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. На дорогах образовались снежные заносы, накаты гололедец. А в такую погоду важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники ГИБДД просят водителей и вовсе отказаться от нежелательных поездок за рулем. Ведь из-за плохой погоды, из-за плохой видимости возросло количество аварий. На трассе М7 МЧС развернуло пункты обогрева для тех, кого непогода застала в дороге. В Чувашии он располагается на 733-м километре. Особенно сильно, по данным синоптиков, замело юго-западную часть Чувашии, Аллатрские и Порецкие районы. Мощный снегопад прошелся и по Комсомольскому району. Так выглядела дорога из окна машин на трассе А151. Из-за непогоды на подъеме у села Шахазаны встали фуры. Инспекторам ГИБДД пришлось организовать коридор для дорожных машин, чтобы те смогли посыпать дорогу песко-соляной смесью. С двух часов дня ограничено движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств по федеральным трассам в Чувашии. В частности движение ограничено по трассам Интим-Волга, Р-176-5, в том числе на участке обхода города Чебоксара и автодороги Цивиль-Скульянов. В случае сложной ситуации участникам дорожного движения необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Фукул-Волговятску-Простадор по телефону 8-8-4-3-273-54-0-8 или службу спасения по номеру 112. Снегоуборочная техника задействована круглосуточно. Компания «Дорекс», которая отвечает за обслуживание Чебоксарских улиц, еще ранним утром до начала снегопада выпустила на дороге 19 камазов с песко-соляной смесью. Сегодня, значит, с начала снегопада у нас работают на дорогах, на подсыпке 32 единицы комбинированных машин, 27 тракторов, расчищают остановки, тротуары, пешеходные переходы, подсыпанием занимаются. Всего 86 единиц. Особое внимание уделяется уборке мостов. Всего задействованы 110 сотрудников «Дорекса». Днем, в период интенсивного движения, спецтехника прижимает снег к бордюрам и убирает частный сектор. А ночью в самосвалы начнут вывозить снег с центральных улиц. Каждый снегопад, он, в принципе, отличается. И скажу, что мы, в принципе, зная заранее погодные условия, собираемся у себя, я провожу совещание, изучаем прогноз, часовой прогноз, как он все происходит по часам. И в ночное время, в дневное время, во времена возможности больших пробок, мы все изучаем, как это будет выстроить технологию уборки города. По прогнозу гидромедцентра, этой ночью метель сохранится, оно немного ослабнет, а к завтрашнему дню утихнет. Однако еще два дня в Чувашии периодически будет идти снег. Ближе к воскресенью осадки прекратятся и вновь похолодает. Татьяна Самсонова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Владимир Путин поручил начать в стране массовую прививочную кампанию от коронавируса со следующего понедельника. В свою очередь, фонд «Петербургская политика» опубликовал доклад по доступности вакцинации в субъектах страны. Согласно данным, лишь в пяти регионах прививку от коронавируса еще в декабре смогли сделать все желающие, а не только врачи, учителя и военные. На «Отлично» вакцинация организована в Москве, Подмосковье, Сахалинской области, Ненинском и Чукотском автономных округах. Еще в пяти субъектах доступность прививки на среднем уровне. В 11 регионах, по данным экспертов, вакцинирование находится на низком уровне. В эту категорию, наряду с Челябинской, Омской, Новогородской областями попало и Чувашия. В этих субъектах, по мнению экспертов, желающих привиться, ранжированы по профессиональному признаку и сталкиваются с ограничениями из-за возраста и отсутствия препарата. А вот наших ближайших соседей, Татарстан, Мордовию, Мариел, исследователи отнесли к группе ограниченной вакцинации. Примечательно, что в половине субъектов страны прививку от коронавируса, кроме медработников и учителей, в декабре вообще никому не ставили, отмечается в докладе. Добавлю также, что в начале недели в Чувашию поступила крупная партия вакцины – 2000 доз гам-ковид-вака. Препарат, по данным Республиканского Минздрава, предназначен для массовой иммунизации населения. С начала года в Чувашии зарегистрирован 41 пожар, 8 из них в Чубаксарах. Традиционно число возгораний возрастает в холода, когда люди начинают чаще пользоваться обогревательными приборами. Спасатели постоянно напоминают жителям частного сектора о правилах пожарной безопасности. В рейд с ними отправилась наша съемочная группа. В зимний период количество пожаров растет. В большинстве случаев это связано с нарушением эксплуатации электронагревательных приборов и халатным обращением с огнем. Чтобы обезопасить жителей, администрации города совместно с МЧС по Чувашии проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности. Проходят они еженедельно. Очередной рейд состоялся в частном секторе Московского района. Здесь риск возникновения пожара выше, чем в многоэтажках. В банях – печное оборудование, в домах – газовые колонки. Да и старая электропроводка – не редкость. Поэтому жителям регулярно напоминают о правилах безопасности. Елена Штавовна, а у вас газовую оборудование проверяли? Проверяли. Конечно, у меня новая газовая котелька. Хорошо, я просто хочу сказать, что газовая оборудование должна находиться в справном состоянии. Об этом не забывайте, пожалуйста. Памятки хотим, чтобы вы не забывали. Эти памятки можно и среди своих родственников пространить. Ну, конечно, конечно. Я с вами согласна. В Московском районе в ходе рейдов еженедельно охватывают порядка 100 домов. Всего же предстоит проинструктировать хозяев почти двух тысяч жилых помещений частной застройки. Сегодня в рамках фактического рейда мы, соответственно, охватили улицу Герцена. Провели инструктажи с собственниками данных домов. Напомнили жителям о том, как и каким образом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Были вручены памятки, соответственно. Ну, и я думаю, данная работа будет продолжаться дальше. Также в этом году в рамках муниципальной программы будут закуплены автономные пожарные извещатели. В 2020-м такие приборы безвозмездно установили 17-м многодетным семьям Московского района. Они эффективны, позволяют обнаружить пожар на ранней стадии. Датчик этот начинает издавать сильные звуковые сигналы. Если, например, человек заснул, он его разбудит и позволит эвакуироваться ему, членам семей, и своевременно принять меры по утушению пожара. Будет меньше погибших, меньше травмированных, меньше пожаров. Дарья Паскарюк, Семен Антонов, Вести, Чувашия. С завтрашнего дня в Новочебоксарске подорожает проезд в маршрутках. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Отмечу, что стоимость проезда вырастет только при наличном расчете. Вместо 23 рублей водителю придется передать 24. При оплате карты ЕТК или банковской поездка обойдется дешевле в 21 рубль. Еще дешевле по Новочебоксарску передвигаться на троллейбусах. Стоимость проезда по Безналу в Рогатом обойдется в 18 рублей за наличку 20. Бензопилой по Волжскому льду в Чуваксарах приступили к обустройству крещенских купелей. В этом году усилены меры безопасности. Вероника Павлова расскажет, о чем не стоит забывать желающим окунуться в ледяную прорубь. Это для летчиков погода нелетная. Специалистам, орудующим бензопилой по льду, приходится и в метели работать. До крещения считанные дни нужно успеть подготовить купеля. Мало вырезать прорубь, ее необходимо оборудовать, чтобы обезопасить купающихся. А желающих окунуться в Волжскую воду возле Свято-Троицкого мужского монастыря ожидают немало. Глубина на данном участке 1 метр 40 сантиметров, но с установкой клетий для купелей самих, там глубина будет метр двадцать здесь по городу Чуваксар. Для комфорта горожан подходы к купелям оборудуют деревянным настилом, а после купания можно будет отогреться в теплых палатках. Помещение для переодевания также подготовят, но самый главный подарок жителям республики в этом году преподнесла зима. В этом году лед прочный, по данным МЧС, толщина льда составляет 45 сантиметров. Это, к слову, в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда из-за того, что лед был тонкий, людей купелям пропускали по очереди. В этом году дистанцию тоже придется соблюсти, только уже причина другая. В условиях пандемии, коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор рекомендует все-таки соблюдать социальную дистанцию. Именно при купании сотрудник МВД будет следить за пропускным режимом. И особое внимание обращается все-таки на масочный режим в местах обогрева. Это в местах, где именно люди переодеваются. Это палатки, помещения, какие приспособлены для этого случая. Специалисты считают, что в раздевалках высокоопасность заражения вирусом, поэтому пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора не стоит. Хотя возле купелей будут дежурить медики, людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и повышенным давлением от крещенских купаний советуют отказаться. А для тех, кто и морально, и физически готов окунуться в холодную воду, по республике оборудуют около 200 купелей. 56 из них на водных объектах. В понедельник все они пройдут комиссионную проверку и только после этого доступ к купелям откроют. А это значит, что уже вечером 18 января все желающие смогут окунуться в освещенную воду. Вероника Павлова, Владимир Синдеев, Вести Чуваша. В Чувашии организуют спецбригады для борьбы с борщевиком. Их обеспечат оборудованием, защитными костюмами и химикатами. Для уничтожения сорняка нужно неоднократно обрабатывать участок, сначала механическим, затем химическим способом. Ведь борщевик не только угрожает сельскому хозяйству, но и оставляет сильнейшие ожоги на теле человека. По предварительной оценке, рост сельхозцентра Чувашии ядовитый сорняк быстро распространяется. За пять лет он уже захватил более 300 гектаров. Нам сейчас нужно будет сделать фитомониторинг, обследование земельных участков по всей республике и создать карту застаренности с борщевиком, где будет уже конкретная фактическая площадь. После того, как мы сделаем эту карту, мы уже как бы подбираем методы борьбы с борщевиком. Если, например, борщевик распространен и растет на, скажем, зашитных береговых полосах, там уже химические методы борьбы категорически запрещены. Там предусмотрены только механические методы борьбы с борщевиком. На сельских территориях, также, скажем, на населенных пунктах разрешены там химические методы борьбы, но только которые разрешены, и они находятся в реестре разрешенных химикатов. В этом году народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского академического драм-театра Валерий Яковлев отмечает 60-летие работы в театре. На его сцене он и сам сыграл более 80 ролей, еще больше поставил спектакли. Как дважды выпускник ГИТИСа вспоминает годы в театре, который стал ему практически родным домом, расскажет Наталья Егорова. Маленький театральный музей — укромный уголок, где вторую жизнь обрели вещи, когда-либо сыгравшие свои роли на сцене. История в фотографиях и декорациях. Немалая часть экспозиции посвящена творческому пути Валерия Яковлева. Здесь особо памятные персонажи, которых он сыграл, и спектакли, которые поставил. За 60 лет накопился огромный багаж не только из воспоминаний, но и свидетельств тех дней. Вот, например, однажды ему довелось исполнить роль багдадского халифа в спектакле про Волжскую Булгарию, Теле и Илем. Этот головной убор принадлежал царственной особе. Руками умельцев, бутафоров, костюмеров. Ну, это красиво. Он даже вот вблизи смотрится красиво, а со сцены еще наряднее и более эффектно, конечно. Ставил спектакль сам Валерий Яковлев. Отработать пьесу на тему настолько давней истории было сложной задачей, объясняет он. Пришлось проделать большую предварительную работу по изучению множества разных деталей. Я тут советовался учеными, исследователями, научно-исследовательского института тогда, докторами наук, там, Дмитрием и другими. Изучал много. Декорации спектакля остались в музее, как произведение искусства. С огромным мастерством и правдоподобностью их сделали бутафоры театра. Кольчуга, шлемы, нагрудники. От настоящих можно отличить только на ощупь и по весу. Конечно же, они весят намного меньше, чем реальные. Валерию Яковлеву довелось примерить на себя и шапку Мономаха. Эпизодическую роль Ивана Грозного Валерий Николаевич исполнил в постановке «Когда гаснут звезды». Я много играл. Молодые режиссерские годы. Ну и главные роли. Там вот «Выйди, выйди за Ивана» в комедии. Сколько? Двадцать. С лишним лет, наверное. Не помню, уже играли в спектакль. Бессменно. Как признается Валерий Николаевич, играть ему очень хотелось. Но со временем совмещать режиссерскую работу с актерской было все сложнее. Поэтому осталась у него одна неисполненная мечта. Несыгранная роль в пьесе «На дне Горького». Очень уж он хотел воплотить образ барона. До сих пор, ах, не сыграл эту роль. А казалось, что это моя роль. Вот такая вот барон, обнишавшийся, в общем, дворянин бывший, но вот опустился до бомжа. Сам спектакль получил, между тем, восхищенные отзывы московских критиков, которые сравнили постановку Валерия Яковлева с творениями великих режиссеров Эфроса, Станиславского, Товстоногова. Конечно, наград в том числе международного уровня у народного артиста СССР и заслуженного деятеля искусств России настолько много, что перечислить их в одном сюжете невозможно. Пожалуй, один из самых ценных экспонатов музея – это «Золотая маска», которую в 2015 году Валерий Яковлев получил за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Валерий Николаевич решил, ну что же она будет пылиться дома. Пусть лучше хранится в музее. Этот музей тоже был задумкой Валерия Николаевича. Он был создан около 10 лет назад. Жаль только, что помещение маловато и не вмещает всего, что хотелось бы показать зрителям. Нет и экскурсовода, который мог бы рассказывать об экспонатах и истории театра. Между тем, Валерий Яковлев уже приступает к работе над новыми спектаклями. Так он мечтает показать публике пьесу на тему Великой Отечественной войны. В 2020-м, к юбилею Победы, задумку не удалось осуществить. Но год новый должен дать силы и вдохновение на создание этой работы. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. В Мариинском посаде открылась библиотека нового поколения. Пятая в республике, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Большой книжный фонд и современные технологии делают обновленные библиотеки центром притяжения детей и взрослых. Подробнее в нашем сюжете. Открытие библиотеки нового поколения стало настоящим праздником для жителей Мариинского посада. Знакомство с новым пространством началось с современных залов регистрации и выдачи книг. Стеллажи здесь расположены так, что читателю не составит труда самому выбрать нужную литературу. Теперь читатель может подойти к любой полочке, выбрать себе нужную книгу, почитать здесь за этим столиком или взять ее для домашнего прочтения. Нам очень приятно, что благодаря этому проекту мы смогли освободить наше пространство, освободиться от тяжелых стеллажей, среди которых читателям было совершенно неудобно проходить. Большой интерес вызвал зал «Медийная лаборатория». Здесь любой желающий может проявить себя в творчестве и реализовать свои идеи в сфере мультимедийных технологий. Для юной школьницы Варвары теперь это излюбленное место. После уроков она всегда спешит в новую библиотеку. Мне очень нравится рисовать на графическом планшете, потому что можно создать свою реальность, свою серийную. В зале с названием «Зона тишины», оформленном в классическом стиле XIX века, для посетителей гостей города и туристов будут проводить виртуальные экскурсии, мариинский посад, путешествия во времени. Здесь также будут проходить театрализованные представления, поэтические вечера и презентации новых книг. А в читальном зале «Инфосфера» посетители могут работать на компьютере. Здесь пользователям предоставляется возможность открытого доступа к базам данных Национальной электронной библиотеки. В оформлении не обошлось без национального колорита. На шторах изображен чувашский национальный орнамент. Стену нашу украсила наша районная карта, на которой отмечены все наши поселения. Как отмечают посетители, новая библиотека — это настоящий интеллектуальный и образовательный центр, пространство в котором организовано не только комфортно, но и с учетом требований современного дизайна. Здесь приятно работать и сотрудникам, и находиться читателям всех возрастов. Елена Михайлова, Василий Дворников, Вести Чуваши. По православному календарю сейчас время святок. В эти дни в храмах можно увидеть необычное. Здесь оживают библейские сюжеты. В Чувашской митрополии впервые провели конкурс «Рождественский вертеп». Его участники приглашают проникнуться духом Рождества, прочувствовать атмосферу этого светлого праздника. Вертеп — это место, где родится Иисус Христос. Вертеп — в традиции русской православной церкви этого создания картина Рождества Христова. Богомладенец появился на свет в пещере. Его колыбелькой стали ясли, кормушка для скота. Рядом с ним Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник, ангелы, пастухи. Здесь же волхвы со своими дарами — золотом, ладаном и смирной. Путь ему казала вифлеемская звезда. Все это в своих работах запечатлели участники конкурса. Вертепы чаще всего неповторимы, и у каждого храма можно увидеть свою, отличную от других композицию. Светящимися ледяными ангелами и живым барашком, стоящим у вертепа, привлек всеобщее внимание Веденский кафедральный собор. Он и стал победителем в номинации среди городских храмов. Удивили жюри сельские приходы. Лидером признана воскресная школа храма Святой Троицы села Аринино Маргаушского района. Украшение вертепов доставляет особую радость детям. Пастухи у стада в эту ночь не спали. Ангел Божий прилетел к ним из небесной светлой тали. В конкурсе приняли участие 13 храмов, 18 семейных коллективов и воскресных школ православные классы. Все настольные вертепы можно было увидеть на выставке в Центре подготовки церковных специалистов. Каждый автор представил рождественскую историю по-своему и использовал разные материалы. Так в дружном первом Б гимназии номер два создали композицию из пластилина. Работу распределили между учениками и уже потом собирали ее в единый сюжет. Я выбрала верблюда. Мне было очень-очень весело и интересно. И я лепила его из пластилина, как и все дети. И мы с ребятами принесли фигурки в класс. И там создали свой рождественский вертеп. Эта композицию достоилась второго места. Лучшими настольными вертепами признаны работой воскресных школ села Акулева Чебоксарского района, Веденского собора Чебоксар и Шумерлинского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Мы делали живот, глаза, нибу, и ротик, и шерсти, ткани. Скручивали колбаски. Родители Артема, Варвары Брюхановых и Шумери запечатлели весь процесс создания сказочного вертепа. Творчество сплотило многие семьи. Объединило взрослых и детей за одним столом, где создавались образы и оживала история. Своими идеями с удовольствием поделилась семья Иерей Николая Корниенко. Фигурки для своего вертепа они собирали в разных концах России и мира. Получилась уникальная коллекция. С появлением детей мы решили познакомить их с этой традицией. Да и вообще наполнить, собственно, нашу семью именно рождественским чудом. Принял участие в конкурсе и митрополит Саватий, который считает, что такое творчество сближает людей, расширяет их кругозор и раскрывает душу навстречу Богу. Для начала получилось неплохо. Очень хорошая идея создания такого конкурса, проведения такого конкурса. И это, как всегда, коллективы сплачивает. Всегда какое-то общее дело, которое делается всем коллективом, оно сближает, делает людей еще ближе. Вдохновение всем участникам подарило само Рождество. Каждый почувствовал себя немного творцом. А на память остались призы и подарки. Лидия Галаксенова, Зинаида Паршагина, Виктор Степанов. Вести Чувашия. Новый календарный год начали с победы. В рамках пятого тура чемпионата России по баскетболу во второй женской суперлиге. Команда ЧГУ «Атланта» на своей площадке дважды переиграла коллег из Дублино-Сибирского «Динамо». С итогами туры наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Гости в столицу Чувашии прибыли с минимально разрешенным регламентом составом. Восемь игроков. Со слов тренерского штаба «Динамо» причина – банальные травмы трех сильнейших баскетболистов. Впрочем, короткая скамейка не помешала аутсайдеру сезона показать характер. Из девяти четвертей, проведенных соперницами в двух играх, новосибирцы в плюс себе записали четыре. Так что подопечным Никита Иванова стоило больших усилий, чтобы пополнить свой очковый баланс победным результатом. Основная нагрузка легла на плечи самого опытного и титулованного игрока ЧГУ «Атланты» Олеси Огурцовой. 14 номер хозяев за два матча провела на площадке почти 70 из 85 минут игрового времени, забив в кольцо соперниц 59 из 151 очка добытых командой. Остается лишь узнать, как только у молодой мамы хватает сил. Тяжело после каникул втягиваться, и мы недавно начали только-только набирать форму. И эти игры покажут, кто морально и на характере готов больше. Порадовали своими действиями на площадке центровая Анастасия Макарева, которая успевала отрабатывать не только на позиции центрового, но и активно помогала в защите своего кольца. Такая нагрузка все же дала о себе знать. 18-летняя баскетболистка в двух играх провела на площадке почти 60 минут, но так и не сумела из-за переборов личных полов доиграть до конца оба матча. В чертовой дюжине на игровой майке Валерия Баландина, похоже, приносит удачу 20-летней баскетболистке, которая все увереннее чувствует себя на площадке. Как итог и статистика матча против новосибирцев. За 65 минут игрового времени 25 очков в ее активе. Впрочем, как уверяет наставник Леопардовых, девчат в баскетболе в одиночку игру не сделаешь. Да, Олеся большая молодец, она с хорошим процентом сегодня била, но много черновой работы у нас выполняли другие игроки в защите. Без защиты нет нападения, мы играем от защиты, поэтому соперник удали забить 60 очков. Четыре победных очка, добытых в играх с новосибирскими динамовками, позволили ЧГУ Атланте в турнирной таблице чемпионата переместиться на пятую строчку. Есть у Леопардовых шанс продолжить восхождение в рейтинге лиги уже в ближайшие выходные дни. Мы принимаем на своей площадке дубль Красноярского Енисея. В случае победы подопечные Никиты Иванова могут завершить тур уже на четвертом месте. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова